Но еще переваривает на психоэмоциональном уровне все ситуации. Именно он является базовым, определяющим того, как работает кишечник. Это самое лучшее лекарство для вашего кишечника. Если у человека диафрагма спазмируется, то это вызывает постоянное сдавление кишечника. Организм так работает, что ему проще стресс выводить в живот из головы. Друзья, я всех рад вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Евгений Козлов. Я практикующий доктор китайской медицины, фитотерапевт и нутрициолог. А это канал о здоровье. Здесь мы с вами разбираем разные заболевания, патологии и как их можно лечить. Лечить не только с позиции классической медицины, но и с позиции нетрадиционной медицины. Как на это смотрят нутрициология, фитотерапия, юридическая медицина. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме. И я бы даже сказал деликатной, которая называется запор. К сожалению, большая часть людей даже не осознает, что у них есть запор. И люди, которые записываются ко мне на очные консультации или на онлайн-консультации, когда я им задаю вопрос, как часто вы ходите в туалет по-большому, они говорят, что раз в два дня или раз в три дня или даже раз в четыре дня. И многие не знают, что это запор. То есть запор – это когда человек ходит в туалет менее одного раза в день. Соответственно, если человек ходит в туалет один раз в день, два раза в день или даже три раза в день, это является нормой. Почему запор может навредить нашему здоровью? Первая основная важная причина. Если длительное время каловые массы будут находиться в толстом кишечнике, это будет вызывать воспалительный процесс. Соответственно, это со временем может привести к такому заболеванию, как калит, воспаление толстого кишечника, к дисбактериозу, что приведет к нарушению всасывания питательных элементов и витаминов, микро-макроэлементов. И впоследствии может привести вообще даже к раку толстого кишечника. Поэтому запор обязательно нужно лечить вовремя. К чему может еще привести запор? Запор может привести к таким заболеваниям, как атопички дерматит, нейродермит, экземы. То есть практически все кожные заболевания часто очень связаны с запором. И мои наблюдения, и не только мои наблюдения, но и наблюдения моих коллег об этом говорят. Почему? Потому что каловые массы, длительное время, находясь в толстом кишечнике, будут там гнить, вызывать процессы гниения и, соответственно, интоксикации. Все это будет обратно попадать в кровь, в лимфу и вызывать интоксикацию всего организма, всех клеток и всех внутренних органов. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас интоксикации не было, обязательно лечите запор. Третье, что очень важно, если вы запор не лечите, это вызывает постоянное давление на малый таз и вызывает гинекологические и урологические нарушения. Да, вы не ослышались, это реально влияет на зону урологии и гинекологии. И у меня был опыт, когда ко мне пришел пациент с простатитом, это воспаление предстательной железы. И простатиты у него ушли только после того, как мы ему вылечили запор. Почему? Потому что каловые массы, то есть сверху вниз постоянно шло давление на простату и нарушался ее кровоток. То же самое и в гинекологии. Кровоток матки яичников будет плохой, поскольку у человека есть нарушение в толстом кишечнике. Поэтому, если есть запор, его обязательно нужно лечить. Вообще, мы в нутуропатии, в нутрициологии, в китайской медицине, в аюрведе постоянно говорим о том, что основа здоровья человека – это работа желудочно-кишечного тракта. Если эвакуаторная функция работает на 100%, то тогда очищение организма будет происходить само по себе. А если говорить про функции толстого кишечника, то их глобально две, которые вы должны знать. Первое – это создание и эвакуация каловых масс, и второе – это усвоение и всасывание питательных элементов. И хотелось бы заметить, что часто люди пьют витамины, микро-макроэлементы, огромное количество труппатических препаратов, чтобы поддержать организм. Но их пить бесполезно, пока вы не наладите работу толстого кишечника, потому что они просто могут не усваиваться из-за нарушения микрофлора. Итак, мы с вами разобрались, к чему приведет запор, и теперь мы перейдем тоже к очень немаловажной части, как же нам все это восстанавливать. И я считаю, если вы до конца досмотрите мой небольшой эфирчик, мою небольшую ютуб-лекцию, и начнете это проверять все на практике, у вас обязательно все восстановится. Первое, что мы должны знать – это, что влияет на перистальтику, то есть, что влияет на быстрое передвижение пищи по кишечнику. Это работа желчного пузыря. Именно от синтеза желчи, именно от текучести желчи зависит то, как работает кишечник. То есть, чем лучше оттекает желчь, тем лучше перистальтика. Потому что именно желчь стимулирует движение нашего кишечника. Про желчный пузырь я уже записывал видео, и вы его можете посмотреть. Оно очень интересное, набрало огромное количество просмотров и благодарности. Рекомендую с ним ознакомиться. Там я подробно раскрыл тему желчного пузыря. Самое основное, мы должны понять, что если желчь хорошо оттекает, то перистальтика хорошая. Если желчь плохо оттекает, желчный пузырь вялый, перистальтики нормально не будет. И здесь мы с вами должны подойти, как же мы можем наладить работу желчного пузыря. Все просто. Есть несколько правил. Первое правило, которое мы должны внедрить в свою жизнь, это употребление тепло-горячей воды утром натощак. Это должны быть 2 стакана тепло-горячей воды. И также эту же тепло-горячую воду мы должны обязательно употреблять в течение дня. Почему? Дело в том, что именно тепло-горячая вода, то есть горячевата, она будет способствовать снятию спазма с протоков желчного пузыря. А у многих этот проток спазмирован, в том числе в силу психоэмоциональных причин. И второй очень важный пункт. Именно вода способствует улучшению текучести желча. То есть те люди, которые пьют очень мало воды, у них желчь густая. И эта желчь очень плохо оттекает. Поэтому если вы хотите улучшить отток желчи, соблюдайте водно-питьевой режим. Но к нему мы с вами еще обязательно вернемся. Второе правило, которое мы должны начать делать, это включить в рацион горечи. Именно горькая еда способствует оттоку желчи. То есть если вы хотите, чтобы ваш желчный пузырь заработал, вы начинаете употреблять горечи. Третье правило. Включить в рацион жиры. Как растительные жиры, так и животные жиры. Обязательно включите в свой рацион сливочное масло. Обязательно подключите в свой рацион сыродавленное масло. Многие мои пациенты начинают употреблять утром натощак буквально одну ложечку чайную или десертную сыродавленного масла. И уже от этого перистальтика налаживается. Здесь обычно я рекомендую либо кунжутное масло, либо масло расторовшее, либо масло тыквы. И то, и другое масло хорошее. Здесь уже выбирайте то, которое вам комфортнее по вкусу. То есть поскольку в масле содержится жир, жиры, это будет способствовать оттоку желчи. Здесь мы можем еще подключить в рацион кокосовое масло. Оно тоже будет способствовать хорошему желчу оттоку. Конечно же я не могу здесь не упомянуть про силу минеральных вод. Одна из самых моих любимых вод, которые я назначаю и назначают практически все гастроэнтерологи, это вода, которая называется Донат. И я точно уверен, что некоторые из моих слушателей эту бутылку воды видели. Это зеленая бутылка воды, на которой изображен человек. Почему эта вода будет работать? Эта вода будет работать за счет содержания магния. Магний способствует расслаблению и снятию спазмов с протока желчного пузыря и хорошему желчьоттоку. Для этого уже назначают часто пациентам препараты магния. То есть магний сам по себе улучшает желчьотток. Если у вас есть запор, то обязательно рекомендую подключить 1-2 стакана в течение дня воды Донат в теплом виде. Те, кто уже просто начинает употреблять данную воду, от запора избавляются. Но для того, чтобы запор прошел, мало добавить просто воду, нужен целый комплекс мероприятий, о которых мы с вами говорим в этом видео. Поэтому чем более комплексный подход у вас будет, тем быстрее вы получите результат. И обычно за месяц-два лечения запора он полностью уходит. Обязательно все это пробуйте на практике. А также делитесь в комментариях, пишите, какие у вас будут результаты. Следующая причина, почему у человека часто бывают запоры, это, конечно же, стресс. И я думаю, у части слушателей были наблюдения, когда они приезжали в другую страну, совершенно незнакомую, или в другой незнакомый город, у них случался так называемый синдром путешественника, когда зону кишечника сильно запирало, и человек не ходил по-большому. Здесь мы уже можем использовать совершенно другие методы. Конечно же, экстренным способом будет и магний, и употребление чернослива. Но самый лучший способ – это дыхательные упражнения. Я, как правило, здесь рекомендую пациентам такие дыхательные упражнения, как огненное дыхание, такие упражнения, как у Диана Банха или Наули. В этом видео я их демонстрировать не буду, но в Ютубе вы их можете найти, как правильно делать. Эти упражнения снимают спазм с кишечника, снимают спазм протоков желчного пузыря, человек начинает легко и непринужденно опять ходить в туалет. Ну и также здесь уже можно поработать с собой психологически, расслабиться и выйти из состояния стресса, тогда кишечник вновь заработает. Да, действительно, существует очень сильная психосоматическая связь нашего кишечника и нашего внутреннего состояния. Именно поэтому в русском языке существуют такие выражения, как «я не могу переварить эту ситуацию» или «я не перевариваю этого человека». То есть кишечник у нас не только переваривает еду, но еще и переваривает на психоэмоциональном уровне все ситуации и все события, которые с ним происходят. Поэтому кишечник очень важен, и он играет еще такую очень важную психосоматическую роль и роль высокой стрессоустойчивости. Если вы кишечник свой будете беречь, работать, то он поможет вам выдерживать более сильные стрессы. Идем дальше. Следующая причина, которая очень сильно влияет на появление запоров, это водно-питьевой режим, про который мы уже с вами говорили. Чем больше воды вы пьете, тем лучше ходите в туалет по-большому. И большую часть пациентов, которые обращаются ко мне на консультации, конечно же воды не допивают. Вместо жидкости нормальной, которая именует воду, они пьют газировки, алкоголь, квасы, кофе и другие напитки. Мы должны пить не менее 1,5-2 литров чистой воды в день, только тогда у нас кишечник будет хорошо работать. Если человек начинает в течение дня пить больше воды, распиваться, ходить с собой вместе с термосом, или носить с собой термос с тепло-горячей водой, как это часто делают в Китае, то я уверен, кишечник у вас станет работать намного лучше. Ну и потом не забываем, что вода является универсальным растворителем, вода разжижает желчь, вода разжижает лимфу и помогает из тела вывести все токсины. Поэтому этим правилом тоже не пренебрегайте. Следующее правило, которое влияет на работу нашего кишечника, это рацион питания. Конечно же, именно он является базовым, определяющим того, как работает кишечник. И когда ко мне приходит пациент на прием и говорит, что его рацион состоит из пельменей, хлеба, печенек и вафель, конечно же, я и не надеюсь, что у него кишечник будет работать. Для того, чтобы работал кишечник, в рационе должно быть достаточное количество клетчатки, которые мы будем набирать из зелени, из овощей, из фруктов и из других продуктов, про которые я вам еще попозже расскажу. Поэтому, если вы хотите в туалет ходить каждый день, ложка салата минимум у вас должна быть в день обязательно. И те люди, которые начинают включать салаты в свой рацион, у них уже от этого очень сильно все налаживается. Здесь я обычно люблю рекомендовать свой любимый базовый салат, который называется «Метелка». Вот, этот салат буквально так и работает, потому что он дополнительно помогает выводить все токсины из нашего кишечника. Готовится он достаточно просто. Мы берем морковь, мы берем свеклу, мы берем яблоко, все это смешиваем и кушаем такой салат. Вот, салат готовится очень просто, клетчатка полностью не переваривается, поэтому и способствует, в том числе, усилению перистальтики. Подключайте обязательно этот салат каждый день, и ваша перистальтика точно заработает. Также, в принципе, рекомендую вам обратить на тему корнеплодов. И в магазине они продаются, но почему-то люди про них часто забывают. И вместо того, чтобы купить корнеплод, просто едят большое количество зелени. Репа, свекла, дайкон. Очень много корнеплодов продается в изобилии у нас и в России, и в странах СНГ. Поэтому их покупайте и обязательно включайте в свой рацион. Я, например, очень большой фанат свеклы, и как-нибудь я про нее сделаю отдельное видео, расскажу, насколько она полезна. И если корнеплоды будут каждый день в вашем рационе, это самое лучшее лекарство для вашего кишечника. Не только для того, чтобы способствовать перистальтике, но и для того, чтобы восстановить ваш микробиом. То есть для того, чтобы восстановить вашу микрофлору. А я напомню, что если у человека запор, то это очень сильно нарушает микрофлору кишечника. И этот диагноз называется дисбактериозом. Вообще, друзья, кто хочет более углубленно поработать с темой желудочно-кишечного тракта, у меня есть мой вебинар, который я разработал специально для пациентов, где я подробно рассказываю, как лечить и полностью восстанавливать все наши внутренние органы. И печень, и желчный пузырь, и поджелудочную, и кишечник. В этом вебинаре я даю и теоретическую информацию, и практическую информацию, как мы можем вылечить наш кишечник. Вебинар называется «Здоровье в твоем животе». Ссылочку я прикреплю ниже этого видео, в описании. Поэтому, кому интересно, смотрите, изучайте и восстанавливайте работу своего желудочно-кишечного тракта. Следующая причина, которая очень сильно влияет на появление запоров, для многих гастроэнтерологов она не является очевидной, но я, к сожалению, с ней очень часто сталкиваюсь и много работаю. Причина запоров связана со спазмом диафрагмы. Диафрагма – это то, что отделяет наш грудной отдел от брюшного отдела. Если у человека диафрагма спазмируется, то это вызывает постоянное сдавление кишечника. И пока мы эту диафрагму не расслабим, пока мы не уберем, не снимем спазм, запоры не восстановятся. И тут уже нам на помощь приходит такой метод, который называется висцеральная терапия. То есть это определенный метод, который связан с обдавливанием внутренних органов. Если вы по месту жительства найдете себе висцерального терапевта, то он это может убрать руками. Также этим хорошо владеют остеопаты. Если таких людей поблизости нету, то здесь хорошо помогают самые массажи живота и йоговские упражнения, такие как у Диана Банха, Наули, Капалабхати или дыхание животом. Даже полное йоговское дыхание будет активно помогать снять спазм диафрагмы. Конечно же, часто я еще сталкиваюсь с такой причиной, как просто спазм кишечника. Кишечник у нас часто спазмируется тоже от психоэмоциональных причин. И здесь я часто вспоминаю ситуацию, когда студент стоит перед экзаменом, волнуется, переживает у него от этого либо понос, либо запор. Я думаю, многие себя здесь могут узнать. Так вот, весь стресс, который находится в голове, он начинает уходить в живот. То есть организм так работает, что ему проще стресс выводить в живот из головы. От этого спазмируется кишечник. Кишечник я расслабляю таким же методом, либо с пациентом уже работаю руками, либо он начинает делать какие-то дыхательные упражнения, которые я вам ниже перечислил. И, к сожалению, ни одной таблетки не существует, чтобы убрать спазм кишечника и спазм диафрагмы. Здесь нас спасают чудо-упражнения. Либо еще есть один вариант, это когда прокатывают свой живот на мече, выискивая болевые точки и снимая с них спазм и напряжение. Поэтому тоже обязательно обратите внимание, в каком состоянии у вас живот. Если он твердый, напряженный, конечно же, перистальтика будет медленная. А если он мягкий, расслабленный, безболезненный, как любят писать гастроэнтерологи в своих выписках, то перистальтика будет работать на 5 с плюсом. Какие же еще добавки я хотел бы вам обязательно порекомендовать для того, чтобы улучшить работу кишечника? Первая добавка – это юридический препарат, который называется Трифолочурна. Замечательный препарат, который не только восстанавливает перистальтику, причем он это делает очень мягко, но и восстанавливает желчооток, выводит из организма токсины и обладает противогрибковым и даже немножко противопаразитарным действием. Этот препарат нельзя в единственном случае, когда у человека есть язва желудка или язва кишечника. Этот препарат я рекомендую своим пациентам даже профилактически иногда употреблять. А так при запоре его можно будет подключить в дозировке для взрослого человека пол чайной ложки два раза в день за 30 минут до еды. Второй препарат – это такой золотой стандарт натуропата – это псиллиум или шелуха семян подорожника. Если у вас есть забор, обязательно подключайте этот препарат. Это обычная клетчатка, продается на Уайлдберрисе или Озоне, стоит копейки, но запор очень хорошо лечит. Употребляется достаточно просто. Вы берете утром натощак чайную или десертную ложку псиллиума, разводите все это в стакане теплой воды, 15 секунд размешиваете и получаете такую слизеобразную воду. После этого эту воду сразу натощак выпиваете. Я могу точно сказать, что уже даже после употребления псиллиума с кишечником станет гораздо лучше. Конечно же, хотелось упомянуть мне еще про упражнения. Упражнения – это то, что будет постоянно влиять на работу вашего желудочно-кишечного тракта. Чем больше вы в течение дня двигаетесь, чем больше движения и активности, тем активнее будет перистальтика. И наша работа желчного пузыря тоже зависит от активности. Здесь обычно я еще рекомендую пациентам добавить упражнения. То есть всевозможные йоговские скрутки, всевозможные наклоны, они каждый раз будут массировать зону желчного пузыря. А как мы уже с вами разобрались, желчное – это первое звено, что будет влиять на работу кишечника. Поэтому, если вы еще дополнительно будете ходить 10 тысяч шагов в день, будете двигаться, приседать, отжиматься, займетесь йогой, то это дополнительно будет оказывать влияние на вашу перистальтику. Ну и, конечно же, если вы весь день будете сидеть на стуле или на диване, или будете весь день сидеть в офисе, и после офиса возвращаться на машине домой, то, конечно же, это со временем приведет к снижению перистальтики, чего бы мне не хотелось. Поэтому обязательно в течение дня много двигайтесь, делайте упражнения. Это тоже очень хороший дополнительный способ для того, чтобы стимулировать работу толстого кишечника. В прошлых видео ко мне обратилось достаточно большое количество людей с просьбой помочь им восстановить здоровье. И специально для этого я сделал онлайн-курс перезагрузка. Это 16-ти годный курс для полного восстановления своего здоровья, для восстановления работы желудочно-кишечного тракта, лимфатической системы, кровеносной системы. После прохождения курса у многих людей очищается кожа, уходит разное заболевание кожное, уходит повышенное давление, люди избавляются от целлюлита, уходит лишний вес. Это мой авторский курс, в котором есть полное продуманное меню, завтраки, обеды, ужины, перекусы. Включены специальные детоксикационные напитки, специальные сборы моей авторской разработки, препараты, ванны, упражнения и другие мои авторские подходы для того, чтобы восстановить здоровье человека. Если вам интересно заниматься своим здоровьем, то проходите по ссылке ниже видео в описании, и там можно будет более подробно прочитать про этот курс. На текущий момент этот курс можно пройти самостоятельно, и я уверен, что если вы этот курс пройдете, у вас обязательно будут крутейшие результаты, потому что через этот курс уже прошла не одна сотня людей и получили результаты не только на УЗИ, но и в виде своего хорошего самочувствия и настроения. Друзья, ну что ж, в этом видео мы с вами обсудили такую деликатную проблему, как запор, от чего она бывает, к чему приводит и как ее лечить. Я уверен, что мои советы вам помогут. Буду благодарен, если подпишетесь на канал, потому что дальше мы будем рассматривать еще больше разных проблем, диагнозов и как к ним подходить. Обязательно пишите в комментариях ваши наблюдения, и если у вас есть какие-то запросы по будущим видео, тоже пишите, и я обязательно сниму видео по вашим просьбам. Желаю вам хорошего продуктивного дня, и обязательно увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.